Ставь лайк, жми на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на канале. Добрый день, с вами Денис Киряков и программа «В курсе дела» на телеканале Рыболов. Мы выбрали для вас все самое увлекательное и познавательное, острое и драматичное, красивое и веселое. В общем, все, что есть на нашем канале. И не только. Сегодня в программе «Магия льда». Курсируем динозавры в лунках Аби. Рыбацкий дискурс. Загляните в холодную щучью душу. Это вам не экскурсия. Рыбалка как философия. Шоу и квест. Курс к счастью. Бороться искать, найти и не сдаваться. Верным курсом полутораметровый Нарьянмарский ледок. Вот это ракурс. Горячее исландское лето. Курс молодого рыболова. Снег, снасти, солнце, счастье. Зимняя рыбалка для сильных духом. Лед есть лед. И если он ранний, то ему даже в Сибири доверяют. Неохотно. Впрочем, надо знать, что такое сибирский характер. Автор следующего видео Григорий Безменов вышел на опь, и она не подвела. Казалось, что подо льдом вокруг лунки кружат ни много ни мало динозавры. И догадки почти подтвердились. Удача. Награда за смелость. Прямо сейчас. Итак, друзья, ура, ура, ура. На Старицы встал лед, и мы мчим на опь, чтобы поставить жерлицы. Два дня мы были в ожидании этой информации. Вылетаем. Гриша, а может, половим живцов, и потом поедем. Да какие живцы? Мы сейчас прилетим на опь, там под пески сядем. Течения нет. Каким подлещиков наловим? Все, высадимся. Ребята, нормально. Едем дальше. На Старице действительно лед. Когда Виктор проходит, пробивает пешню, говорит, нормально. Четыре сантиметра. У меня просто отнимаются задние ноги. Для меня переехать на Буране лед четыре сантиметра. Человек, который проваливался пару раз очень глубоко. Это просто животный ужас. Я тихонечко прокрался. Ну, Виктор промчался на Буране, все нормально. И мы понимаем, что мы преодолели самое главное препятствие, которое два дня не давало нам добраться до нашей мечты. Рыба идет серьезная. Тут такая суета. Виктор с Багром, Игорь с камерой. Я тут с пламенным сердцем вываживаю эту щуку. Ну, тебе надо брать ее. Вот это рыбалочка, ребята. Вот это да. Ну что, ребята, это 10. Сейчас я верхонечко все попозирую для вас. Вот это рыбалка на жерлице. Ху, ребята. Вот она рыбалочка. На щуку, на жерлице. Когда 0,55 леска в руках просто звенит. Просто звенит. Здоровенная щука. И радости нашей нет предела. Там сейчас будет. Это жерлица, на которой вчера живца прикусила. Вот это. Там есть. Ой, либо хорошее идет пружине. Подожди. Держи, это, Жапса. Не надо, убри, убри. Посражалась. Видите, флюрокарбоновые повадки. Просто фишинг. Очень хорошо все показали. Все очень круто. Ничего не перекусывают. Здоровые щуки. Ну что, поздравляем нас. Заглянуть в лунку все равно, что заглянуть в холодную щучью душу. Что там таится? Да и таится ли вообще что-нибудь? Как договориться со щукой и изучить ее повадки? Авторы программы «Подледный мир» на телеканале рыболов знают об этом все. Кажется, они понимают щук лучше, чем те понимают сами себя. Такое бывает. Смотрим. Запоминаем. Первая жерлица будет стоять на выходе из лагунки. Вторая жерлица будет стоять чуть глубже, вот туда вот на входе. Третья жерлица любит, щука любит коряги, коряжник. Вот там мы видим поваленное дерево в воду и торчащие коряги. Обязательно, обязательно ставим. И вот тот вот дальний мыс, видишь? Мы просвериваем всего 4 лунки, то есть 4 партии лунок. И в каждой из лунок установим по 2 жерлицы. На каждой жерлице будет разный жерлиц. И вот посмотрим, если щука выйдет, посмотрим, какого жевца она предпочтет. Плотвичку или окунька? Интересно. Вьюна или верхоплавку? Первая лунка. Я в нее заглядываю. Вода мутная. Ну, это для нас просто катастрофа. Мутно прям вообще мутно? Купец. На нее. Подожди, метр и глубина-то? Неужели на метре такая муть? Смещаемся в сторону, потом еще отходим немножко. И в итоге находим участок с достаточно прозрачной водой. И на душе сразу становится спокойнее. Вот тут вот, может, в лагунке. Вот такие вот мне лагунки нравятся. Такой маленький, да, закуточек здесь. Так. Вот, смотрите, какая плотвичка. Вот она. Долго держать в руках нельзя. Вот так вот под нижний полуничок чуть-чуть чешуйку убрал. И вот так вот я ее, оп, аккуратно, не повредив позвоночник, прокалываю. Так. Вторая жерлица установлена. О, как! На рыбалке. Сможено и дворником поработать. Ты представляешь, что только... Все, буквально пару минут прошло, и... Только просверлили, и лунка уже застыла. Надеюсь, мы зачем-то поймаем, Вов. Не знаю. Пискарик живучая рыбка. Конечно, мы живучие. Горит! Сережа! Крутит, 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 крутит. Можно я первый? Давай. Есть! Есть, Сережа, есть, 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 нет, маленькая. Сережа, есть. Сережа, вот, молодец, первая щучка. Смотрите, смотрите, как он красавец. Только посадили, буквально прошло пять минут. Из этого можно сделать вывод, что щуку предпочитает именно того же вца, который обитает в данном водоеме. У нее невероятно развита визуальная память. Впрочем, порой щукам-вреднюкам не угодишь. Но авторы YouTube-канала Рыба Лавв сделали все, чтобы щучьи капризы не испортили им настроение. Процесс иногда важнее результата. Но а юмор и артистизм помогают превратить рыбалку в настоящее шоу с элементами квеста. Смотрим, не понимаем. И чего этим щукам вообще надо? Холодный ветер с дождем. А тут знаешь, в чем хорошее плюс? Место очень укромное, местечко здесь никого нет. Только бомжи на помойке лазят, и все, больше нет никого, ни души. Потому что все думают, что здесь не клевает. А здесь клевает. Так, дрова рядом. Горизонт соблюдай. Дрова рядом. Жерлички расставили. Мороз ударил, должна рыба клевать, должна. Жерлицу мне в тамбур, должна щука клевать. А тут еще и место, ну, не ступала нога человека. Не ступала нога человека. То есть серьезные, очень дикие места. Ветер дует, холодно. Синий-синий-ини. Летная промада. Синий-синий-ини. Состав. Пшеница, ячмень, горох, кукуруза, жмых, мясокосная мука и др. Др добавили, дыр если добавили, то это уже лещ-плотва. Все четко. Дошли до меня слухи, что есть какой-то старый дедовский метод, чтобы лунки не обмерзали, это налить подсолнечного масла туда. Мне кажется, фигня полная. Надо попробовать, у меня масло есть. Ну, типа, якобы в лунку наливаешь, и лунка не обмерзает. Но это слухи. Подсолнечное, да. Ну, оно что-то, по-моему, замерзло. Сейчас я его погрею. Это его надо скокать, чтобы такую пленку создать. Ну, это у меня тюбик был, чтобы карасей пожарить. Если щука не клевать не будет, ну, это что-то чую, естественно. Сейчас вылил, посмотрим. Может быть, надо нерафинированное. Жерлица. Какая? А, вон. Холостая? Почему? Может, встала. Оба. Хорошая? Багор надо было брать. Что, встала тут? Багор? Первый выстрел, ребята, первый выстрел. Так, сейчас проверим лунки мои. Одна с маслом, вторая без. Чего тут? Которая без масла, естественно, все замерзло. Ух, при чем? Конкретно вообще замерзло. Вообще сильно замерзло, хрен от дерешь. А которую с маслом, смотри. Эксперименты с затонами вблизи города Самара закончены. Бездельник, бездельник, ты почему не мог никого позвать? Щука, где щука? Окей. А че он? Рыбьи причуды иногда обескураживают самых опытных рыбаков. И тем не менее, девиз «бороться, искать, найти и не сдаваться» еще никто не отменял. Авторы программы «Загорелся флажок» на телеканале Рыболов проводят свое расследование, чтобы извлечь рыбьи тайны из-подо льда на всеобщее обозрение. Смотрим, наблюдаем. Свои же лица я расставляю следующим образом. Часть из них занимает район русла и русловых бровок с глубинами от 4,5 до 6 метров. А другая часть будет стоять на поливе с глубиной 4 метра. Так, орит. Это уже четвертая сработка. Такое ощущение, что рыба сегодня надо мной издевается. Поклевки происходят как на живую, так и на мертвую рыбу. И они точно не на лимьи. Пожелом. Нет, это не пожелом. Это была снулая платва. Заряжена на одинарник. Причем через голову. Интересно. Очень даже интересно. Очень даже интересный вариант. Может, ветром. Но он не поврежден. Не поврежден. Ладно, продолжим изыскание дальше. Мотает, мотает. Ух ты, тяжесть какая! Ой, что-то огромное! Судак! Это судак, ё-моё! Всё! Нет-нет-нет-нет-нет. Трещит леска туда-сюда. Нет, это щука. У неё за щекой. За щекой. Вот это результат! Шикарно! Как? Что тишина такая, а? Какая она красивая. Тю-ю-ю! Далеко. Хорошо, что она так красиво взяла. Шикарно! Пират. Пиратская щука. Это на малька взяла. А порой рыбы прячут свои тайны под таким слоем льда, что не сразу и пробуришь. На Риалмаре, например, толщина льда метр двадцать. И это ещё не в разгар зимы. Тем не менее, авторы следующего видео сквозь пургу добрались до местных окуней. И встреча того стоила, уж поверьте нам. А мы? Да я думаю и вы. Охотно верим. Но даже на краю земли, чтобы половить большую рыбу в достатке, нужно уехать подальше. В один из дней мы снарядили наши снегоходы и поехали на Таёжные озёра половить, ну, по крайней мере, попробовать половить мордатых окуней. Экшн-контент подъехал. Ну и погода нам сказала. Пацаны, давайте, давайте. Мы посмотрим на вас. Веселуха началась. Первый снегоход застрял в аду, ветер. И всё, засели, сразу на брюк. Вокруг на протяжении 40 километров последних не было вообще никаких признаков жизни, только белые поля, иногда кустики. И вот нашли какое-то одно из озёр и первая точка. Сразу удлинили бур, потому что лёд ожидается чуть больше одного метра двадцати сантиметров. Фу. И вот так вырывает ещё. Ставьте ставки, господа. Клюнет ли на блесну что-нибудь крупное? Блин, опять что-то мелкое. С такой глубины. Ужас. На балансир, на радлин не клюёт, а на блесенку поставил сразу две поклёвки. О, нифига надавило. Смотри, как на блесну пошло. Тоненькая лесочка 0,16 блесенка 5 граммов. Смотри, как ест. Ест просто в шахту. Сантиметров 30-40 от 1. Вот 3 сразу. Ой, ещё что-то клюнуло. Что-то какая-то лунка раздаёт. Ещё основ что ли щука? Да я таких как у неё ещё не видел в жизни. Дай хоть половить в этой лунке, а? Да его даже за рот не надо брать. Это просто буйволы, а? Друзья, а вы там не замёрзли? Хотите ненадолго вернуться в лето? Правда, северное. Авторы программы «Исландские сказки» на телеканале «Рыболов» так увлекательно рассказывают о тонкостях отношений между здешними рыбаками и рыбами, что наблюдать за ними можно ну просто бесконечно. Смотрим, согреваемся и наслаждаемся этими великолепными видами. Река Митфьярдорау. Наступает лето. Природа неудержимо расцветает. Повсюду буйство яркой зелени. Количество рыбы в реках резко возросло. Лосось пришёл на нерест. А это значит, что и рыбаки также уже в пути. Погодные условия замечательные. Становится всё теплее. Река полноводная, но вода прозрачная и тёплая. Это Раббен Валюр Альфредсен рыбак и Йохан Бергерсен гид. Рабби и Йони. Для обоих это родные края. Мы начнём с низови, основной части реки Митфьярдорау. В начале сезона никогда не знаешь, чего ожидать. По опыту прошлых лет здесь должна быть удачная рыбалка. Очень много проходной рыбы. И река разлилась сильнее, чем в июне. Здесь просто невероятное количество мигрирующей рыбы в последние годы. Вот, например, посмотрите, какая красавица. Здешняя Чавыча великолепное создание. У неё яркий насыщенный окрас, белые бока так и сияют. Похоже, в этом году рыба в отличной форме. Она сильная и это очень хороший знак. Уходит, уходит. Беги на камни, Раби, на камни. Что происходит? Я-то думал, я держу его. Всё верно, держишь. Да уж. Бодрит, правда? Чуть сердце не выпрыгнуло. Это зарядка. Заставил попотеть. Сильные заразы. Сильный самец яростно атаковал мушку, но после длительной напряжённой борьбы готов сдаться. мушку. Именно ради вот таких сражений рыболовы со всего света и приезжают на Мид Фьердорау. Ну как, заглянули в лето? Посмотрели на реку, по которой пешком не пройти? А теперь назад, в родную зимушку-зиму, где вода твёрдая, а рыбы подо льдом порой хулиганят. И всё же зимой рыбалка особенная. Эдуард Лобанов, автор YouTube-канала и ведущий программы «Малые реки Черноземья» на канале Рыболов побывал в солнечном и немного сказочном зимнем лесу. Смотрим, мечтаем последовать к примеру. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин А сейчас наша традиционная рубрика «Хвастовство», в которой мы воскрешаемся уловом наших телезрителей и гордимся, и хвастаемся. Жирненький трофей попался нашему подписчику Александру Афанасьеву. Осенний клёв у нашего подписчика Константина Неустроева. Рыбацкая история от нашего подписчика Александра Кузнецова. Выехали ближе к обеду, прибыли в город Нововоронеж. Машины рыбаков тьма. Теляпия клевала очень активно. В целом, день прошёл замечательно. А теперь внимание всех, кто знает толк в рыбалке. Если вы блогер и хотите попасть на телеэкран, но не знаете, как это сделать, тогда присылайте нам ссылки на ваш канал, и видео ваше покажем, и ссылку, ну, конечно, укажем. Короче, мы с вами дружим. У меня на этом всё. С вами был Денис Киряков. Мы ждём новых зимних встреч на телеканале «Рыболов». Оставайтесь в курсе дела. Денис Киряков. 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 Продолжение следует...